Медаль – это одна из самых уважаемых из юбилейных наград. С ней связан десятилетний период с 1979 по 1989, когда наши военные в Афганистане выполняли приказ Родины, защищали южные рубежи СССР. В те годы через южное подбрюшье страны, через Туркмению и Таджикистан, из Афганистана мог хлынуть поток наркотического зелья – основного источника дохода местного населения, которое находилось фактически в феодальном состоянии и выживало за счет наркопроизводства и наркоторговли. Страшное слово – наркотрафик из той поры. Воевали в Афганистане с душманами и военные летчики с Ачкаловской. Для бывшего военного поселка, для его жителей, для самих летчиков, для их родных и близких эти годы – очень непростое время. Это слезы и могилы. И одновременно со стороны наших ветеранов-летчиков – честное выполнение воинского долга. Офицеры, которым вручали в этот день во Дворце культуры имени Чкалова юбилейные медали, чаще всего люди сдержанные. Они рассказывали об Афганистане, в общем-то, без пафоса. В биографии военного бортинженера майора запаса Владимира Фомина «Война – это полеты на Ту-134 в Кабул, в Кандагар». Ну как это можно сказать? Это обыкновенная работа была. Приказ Родины. Поэтому мы исполняли все, что нам приказывали. Выполняли свои задачи боевые, которые поставила на командование. Ну так. Поэтому каждый из нас, конечно, рисковал. Я лично 28 часов налетал в небо Афганистана. В этот день юбилейную медаль получил и герой России, летчик-испытатель первого класса, полковник, депутат Совета депутатов Щелковского муниципального района Анатолий Андронов. Прежде всего, это память о тех людях, которые сложили голову. Там же молодежь одна была. Молодые ребята остались там навсегда. Не там, конечно. Все они были разведены по своим местам, где они проживали. Но сам факт, что сложили именно там свои головы. Выполняли воинский долг в Демократической Республике Афганистан. Поэтому, прежде всего, это, конечно, дата, связанная с выводом войск, это память о том, кто добросовестно и честно исполнял свой воинский долг и тех, кто сложил там свою голову. Они, все сидящие в зале, люди разного возраста. У каждого своя история жизни и своя биография, связанная с войной в Афганистане. Один из самых старших из них и по возрасту, и по летному стажу. С 83-го года шеф-пилот, воспитавший многих нынешних летчиков 8-й авиационной дивизии особого назначения, заслуженный военный летчик России Марс Айткулов. В Афганистан он летал на самолетах Ан-24, Ту-134, и ответственность на нем была огромная. С ним в Афганистан отправлялись не только военнослужащие советской армии, рядовые, сержанты, прапорщики, офицеры, но и генералы и маршалы, руководство ВВС и Минобороны. Война, ее забыть нельзя. Моих только однокашников, там двое разбилось при заходе на посадку, Л-76. Это о чем-то говорит, понимаете. И все мои однокашники. У нас выпустилось 230 человек в Волошовское училище. И практически все прошли мой Афганистан. Это о многом говорит. Просто это нельзя забыть. Это война. Это 15 тысяч наших погибших. Мы не... Афганский народ. Это прекрасный народ. В свое время мы даже этих главарей возили. Самаркан, Ташкент. Показывали нашу социалистическую жизнь. Показывали. Показывали им. Они смотрели. Да, да, хорошо. Но они афганцы. Они как бы на своем. Они... Это их страна. Но мы делали свое дело. По инициативе местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство и при поддержке администрации Щелковского муниципального района в этот день в актовом зале Дворца культуры имени Валерия Чкалова юбилейными медалями 30 лет вывода советских войск из Афганистана были награждены более 50 офицеров. Андрей Циханович, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова